Друзья, добрый день! Меня зовут Маргарита Шипила. И в этом видео я хочу с вами поделиться маленькой полезностью. Возможно, она кому-то пригодится. Если пригодится, ставьте лайк, комментируйте, что пригодилось. И будет классно. Полезность заключается в чем? Когда мы заходим в новости, то все мы видим вот такую красивую вставочку. Это сториз. Если вы умеете делать это с телефона, замечательно. Если у вас вся работа идет с компьютера, то многие еще не знают, как это делать. Как добавить сюда фотографию или видео в сториз с компьютера. Вот сейчас я вам покажу. Процедура совершенно простая. Повторяйте и все у вас получится. Прежде чем начать делать, заходим в свои фотографии. Нам надо взять ID. То есть для того, чтобы вставить в сториз свой материал, нам нужен ID нашей страницы. Чтобы это сделать, вот заходим в фотографии. И вот здесь, где у нас открывается ссылка, нам надо скопировать вот эти цифры. То есть просто копируем цифры. Не всю ссылку, а просто сами цифры. Копировали. Теперь крутим ленту чуть-чуть вниз. И вот здесь с левой стороны, где у нас список всяких вкладок, в самом низу смотрим кнопку «Разработчикам». То есть нам нужна вот эта кнопка «Разработчикам». Кликаем на нее. Здесь кликаем на кнопку «Документация». Нам открывается следующая страничка. Мы снова ее крутим в самый низ. Выбираем кнопку «Список методов». Открывается следующая страничка. И нам надо найти кнопку «Сториз». Мы точно так же прокручиваем страничку вниз. И вот здесь с левой стороны, где у нас все вкладки, ищем слово «Сториз». Оно находится практически внизу. Вот это слово «Сториз». Кликаем. Нам открывается следующая вкладочка. Вот вкладка «Сториз». Какие кнопки нам здесь пригодятся? Во-первых, кнопка «Фото» «Сториз». И кнопка, где мы можем поставить видео «Сториз». То есть все прекрасно видели, как в «Сториз». То фотографии появляются у людей, то видео. Поэтому если вам надо поставить фотографию, вы нажимаете на кнопку «Фото». Вот здесь выбираете «Фото». Если вам надо поставить видео, вы выбираете кнопку «Видео». Вот слово «Видео». Процесс дальнейший. Он абсолютно одинаковый, что для фото, что для видео. Просто вам надо выбрать определенную кнопку. Сейчас я буду ставить фотографии. Поэтому я выбираю кнопку «Фото». Открывается страничка. Крутим вниз ее. И нам нужна вкладка «Пример запроса». Вот это. Во-первых, здесь мы ставим галочку. Сюда мы вставляем цифры, которые мы скопировали. То есть ID нашей страницы. И кликаем кнопку «Выполнить». Тут же у нас появляется кнопка «Выберите файл». Вы на нее тоже кликаете. И на компьютере выбираете фотографию. Папки со своими. Фотографии надо выбирать вот такого формата. Продолговатые. Прямоугольные продолговатые. Вертикального вида. Если вы выберете широкую фотографию, у вас просто обрежется она по краям. И информация, возможно, потеряется. Поэтому либо делаем самостоятельно такие фотографии. Размер фотографии. Вот вы на экране видите. Примерный. 607 на 1080. Или, допустим, вот 540 на 960. Вот именно такого формата фотографии надо ставить в сториз. Все с фотографией определились. Кликайте на понравившуюся, которую хотите установить. Кликайте «Открыть». Когда у вас появляются вот эти цифры, это говорит о том, что установка произошла корректно. То есть все хорошо. Фотография поместилась в сториз. Обычно с фотографиями не возникает проблем. То есть сразу появляется вот это вот поле с цифрами. То есть это значит, что фотографии уже в сториз. Ну, как бы поместились. Если вы, допустим, устанавливаете видео, то иногда бывает так, что вы выбрали файл, и у вас здесь пишет «Эррор». Ну, то есть установка некорректная. Вы просто повторяете процесс. Еще раз выбираете файл и еще раз пытаетесь установить. В итоге у вас точно так же все получится. Допустим, давайте с вами вот как раз и попробуем установить видео. Нажимаем кнопку «Видео». Двигаемся вниз. Ставим галочку. Вот здесь вставляем цифры, которые это ID-страничка. Кнопка «Выполнить». И выбираем файл. Нам надо выбрать видео, поэтому идем в папки с видео. Видео нужны тоже вот такого формата прямоугольного. Я себе заблаговременно приготовила папку, где у меня есть видео для сториз. Вот эта папка. Пока видео загружается, объясню, что видео точно так же надо брать вот такое прямоугольное. Где вы возьмете, это уже я не знаю. Я, допустим, беру из наших чатов с рабочими материалами. В этих видео уже бывает и музыка есть, и анимация там стоит. Сама делать я такие видео не умею пока. Но я надеюсь, научусь. А пока пользуюсь теми, которые делают уже другие люди. Так, видео мы выбрали. Нажимаем кнопку «Открыть». Вот у меня видео сразу подгрузилось. Если у вас не подгружается, сразу пишет, что «Эррор». Вы просто нажимаете на кнопочку «Выполнить». Еще раз у вас появляется кнопка «Выбрать файл». И вы делаете по второму кругу. То есть делаете до тех пор, пока не добьетесь своего. Все, вот таким образом загрузили. Теперь можно пройти на свою страничку. Во-первых, вы сразу будете вот здесь это видеть, свои истории. Можете сразу нажать и проверить. Вот, видео с анимацией. Есть еще видюшки с музыкой. Ну, то есть у всех по-разному. Точно так же их видно и в новостях. Для чего мы это делаем вообще? Для чего нам вот эти сторис? Ну, для того, чтобы, во-первых, привлечь к себе внимание. Потому что в общую ленту тот человек, который заходит, он не всегда будет крутить до самого низа, искать там какие-то новости, да? Он заходит в ленту, он просто немного может ее прокрутить. Потом отвлечься куда-то на другие ресурсы, там в группы пойти уже и так далее, и так далее. Но, когда он заходит только в ленту, в новостей, он сразу видит истории. И, соответственно, если у вас здесь есть ваши материалы, то, конечно же, этот человек может пролистнуть вот эти истории. Потому что истории их намного меньше, чем вот этой большой-большой лентой. В общем, вот так, друзья. Кому было это полезно и интересно, ставьте лайк этому видео. Обязательно напишите, используете ли вы истории. Если не используете, то по какой причине? Пишите, комментируйте на эту тему. Будем с вами дружить, общаться, обвиниваться информацией. Обязательно подпишитесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить какие-нибудь полезные видео для себя. Была с вами рада пообщаться. Всем желаю добра, здоровья и процветания. Всем пока!